Дом ужасов в небольшом селе Запорожской области. Неизвестная мистическая сила держит в страхе всю семью и хочет отобрать жизнь маленькой девочки. Проснулась ночь от того, что меня что-то давит. У меня на плече как будто что-то сидит. Господи, спаси, сохрани под нее. Боже, какой ужас. Ой, мама дорогая, а как же тут жить? Я пытаюсь установить связь с духами. Необходимо, чтобы вы вывели отсюда ребенка. Это очень опасно. Что там произошло? Упала дверь. Я думаю, что это знаки. Слышу голос, который говорит, зря вы сюда приехали. И что там не идет цифра 13? Вот четко идет цифра 13. Чертова дюжина. Небольшое село Долинское в Запорожской области раскинулось на берегах речки Бабурка. Казалось бы, здесь, в 20 километрах от колыбели казачества города Запорожья, можно спокойно жить, наслаждаясь чудесными пейзажами. Однако местная жительница Ирина Липанина считает иначе. Она утверждает, что всю ее семью хочет убить родной дом. Вот тебя что-то давит, ты даже не можешь открыть глаза и просыпаешься от ужаса. Прижимает, придавливает, не можешь не пошевелиться, не дышать. До мурашек на коже боится своего дома и Валентина, мать Ирины. Меня одушило. Вот так поворачиваюсь, а оно так раз, как навалится. И полностью, как парализованный лежишь, не пошевелиться, ни слова сказать. Ничего. Странные явления повторяются каждую ночь. От страха Ирина и Валентина уже выплакали столько слез, что эмоций почти не осталось. Когда особенно находишься один, то как-то присутствие чего-то, кого-то непонятно. Как будто за тобой кто-то ходит. Ну, как бы, может там что-то шуршать, в окно может что-то постучать само по себе. Но больше всего Ирина переживает за свою маленькую дочь. В этом доме девочка постоянно нервничает и сильно чего-то боится. Когда-то дочка начала отступать назад, плакать и говорит, не надо. Я говорю, Ева, что не надо? Она говорит, там дядя. Ну, вот она начала плакать и спугалась. Сейчас маленькая Ева на все вопросы о том, что именно она видит, отвечать боится. Уже трижды дом Лепаниных выгорал почти полностью. Первый раз был пожар, второй раз он сгорел вообще. Когда-то в этом доме жила большая семья. Ирина, ее старшие брат и сестра и родители, Валентина и Роман. Но после очередного пожара дом даже не ремонтировали, поскольку находиться в нем всем очень страшно. Такое ощущение, что там кто-то есть. Вот я, когда особенно вечером захожу, я смотрю туда вот так, с опаской, и быстренько стараюсь вообще от той двери отойти. Я даже вот днем, когда приду, боюсь находиться в доме одна. Если кто-то со мной, я еще могу. А так, почему-то какой-то страх. Семье пришлось разъехаться. Валентина с мужем поселились во временном строении рядом со злосчастным домом. Старшие дочь и сын тоже выехали отсюда. А младшая Ирина уже несколько лет снимает квартиру в Запорожье. Живет там вместе с маленькой дочерью Евой. Находиться в родном доме для семьи – настоящий ад. Просто сколько смотрю по программе, я бы хотела, чтобы они все-таки помогли разобраться, сказали, что у нас вообще с этим домом не так. Разобраться в этом мистическом деле сразу согласился один из сильнейших ясновидцев. Дважды победитель, а теперь и судья проекта «Битва экстрасенсов в Украине», постоянный эксперт программы «Экстрасенсы ведут расследование», ясновидец из Азербайджана Хаял Алекперов. Он происходит из рода пророка Мухаммеда. Видит вещи и сны, в которых ангелы и пророки открывают ему тайные знания. При его участии раскрыто более 30 запутанных резонансных дел – уголовных и мистических. Помогать Хаялу Алекперову будет украинская ясновидица, финалистка 13-го сезона «Битвы» София Литвинова. Потомственная ведунья из древнего рода славянских магов. Впервые она обнаружила сверхъестественные способности в два года, после того, как чуть не утонула в реке и пережила клиническую смерть. Когда я собирался в Киев, мне приснился странный сон. Я увидел маленького мальчика возле гроба. Он тянул ко мне руки, словно просил о помощи. Но потом в ладонях ребенка появилась петля, а рядом 13 фигур. Это были духи. И такое ощущение, что ребенок притягивает их к себе. А потом я увидел маленькую девочку. За ней стояла темная фигура в черном балахоне и смотрела на ребенка холодными глазами. Это была смерть. Казалось, еще немного, и она схватит малышку своими костлявыми руками. Проснувшись, я понял, что мое видение имеет непосредственное отношение к этой ситуации. Мне пришла цифра 13. Это чертова дюжина. Это число дьявола. Думаю, что нам предстоит иметь дело с чертовщиной. Мы с Хаялом просто обязаны во всем этом разобраться. Неужели смерть действительно устроила охоту на жильцов дома? Чтобы разобраться, экстрасенсы отправились в Долинское. Остановите машину, остановите. Я вижу там человека. Хаял, что случилось? Здесь была девушка, она хотела прыгнуть с моста. Это, скорее всего, было, но не сейчас. Здесь был дух девушки. Я видел, как она прыгнула вниз, а рядом стояли двое мужчин. Они каким-то образом связаны по крови. Невероятно. Ясновидцы сейчас стоят напротив 13-й колонны. Что это? Странное совпадение? Или все как-то связано с тем, что происходит в доме Лепаниных? Думаю, этот дух показал себя не случайно. Все это имеет какое-то отношение к делу, за которое мы взялись. Я тоже подозреваю, что это связано с нашей историей. Чувствую, что это воронка, это что-то втягивает. Я еще не могу понять, кто. Но мне кажется, когда мы приедем, там на месте мы разберемся. София, у меня перед глазами снова мой сон. Я вижу гроб, а рядом маленький мальчик. Он держит руки вот так. А рядом с ним я вижу 13 теней. Похоже, число 13, которое ты чувствуешь, и мой сон, как-то связаны между собой. Но как эти видения могут объяснить кошмары в доме Лепаниных? Чтобы разобраться, экстрасенсы возвращаются в машину, и спустя несколько часов они прибывают на место. Там их уже ждет Ирина с дочерью Евой и мамой Валентиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы очень рады, что вы приехали, и хотели бы к вам обратиться по такой просьбе. У нас вот дом, и в нем что-то странное происходит. Мы боимся в нем находиться, боимся в нем жить, и хотели бы, чтобы вы нам помогли. Я был просто ошеломлен. Передо мной стояла девочка из моего сна. Это дочь Ирины. Я не мог понять, что не так с этим ребенком, и я решил поработать с девочкой. Идем сюда. Я хотел бы немного пообщаться с этим маленьким ангелочком. Я думаю, что нужно просто войти в дом и прочувствовать саму энергетику. София Литвинова решила поработать в мистическом доме. А тем временем Хаял Олегперов быстро нашел общий язык с маленькой Евой. Я чувствую, что эта девочка нездорова. Кажется, это очень редкая болезнь. Что-то связано с сердцем. Она родилась преждевременно с помощью кесарево сечения. У нее были множественные робдомиомы в сердце. Робдомиома – это доброкачественная опухоль, которая локализуется в основном в толще мышц и в суставах. Чаще всего наблюдается у детей. Робдомиома сердца очень часто приводит к смерти. Ну, когда мы смотрели УЗИ, было пять в сердце и четыре в головном мозгу. Вот почему я видел такой страшный сон с этой девочкой. Ей угрожает опасность. Ребенка необходимо спасать. Я чувствую здесь какую-то темную силу. Рядом с девочкой ходит дух какого-то мужчины. Это просто ужас. Неужели маленькая Ева так тяжело болеет именно из-за этого духа? Так может, он причастен и к странным явлениям, происходящим в доме? Что выяснила София Литвинова? Господи, спаси, сохрани помилу. Боже, боже, какой ужас. Ой, мама дорогая. Что же не так с этим домом? Почему его энергетика пугает даже экстрасенсов? Такое впечатление, знаешь, как будто вот, как с потолка течет, как горит. Дом после пожара, дом сгорел. Секундочку. В доме такое впечатление, что сейчас крыша упадет. Такое впечатление, как будто крыша сейчас рухнет. Давит. Идет. Присутствие давит. И давит. В тот момент я почувствовала, что мое тело как будто онемело. И на меня упала бетонная плита. Я не могла ни крикнуть, ни пошевелиться. Я просто оцепенела от ужаса. Этот дом просто кишит потусторонними явлениями. Здесь орудуют недовольные духи. Но я никак не могла понять, чего они добиваются. Я вот лежала на боку и проснулась ночью от того, что меня что-то давит. И я так приоткрыла еле-еле глаза, и так падал легкий свет. И видно было, как у меня на плече как будто что-то лежит, сидит. И она еще мне говорила, отпусти, выпусти мне моим же голосом. Было не один раз такое. Но почему? Какие силы хозяйничают в этом доме? Пугают хозяев и угрожают жизни маленькой Евы? Я сейчас хочу поработать со своими инструментами. Хорошо? Прямо, ну, кружится голова, и вот такой, как плывет земля. Только я не могу еще понять, что это. Даже вставить не хочет. Ой, Боже. Вот я устанавливаю, а у вас не получается. Упала дверь. Ого. А скажите, пожалуйста, а когда ее вставили? А она стояла, наверное, месяца 4 уже, как она стоит. Я думаю, что это знаки. Это просто невероятно. Дверь, которая уже несколько месяцев спокойно стояла на своем месте, ни с того ни с сего упала. Но что это означает? София, что здесь произошло? Там упала дверь. Там какая-то черная сила. Я пытаюсь установить связь с духами. Необходимо, чтобы вы вывели отсюда ребенка. Это очень опасно. Я чувствую, здесь много духов. Они словно создают ветер и мешают нам работать. Я четко видел, что духи умерших собрались вокруг нас и делали все, чтобы помешать. Они наотрез отказывались идти на контакт. Я увидел много темных фигур. Среди них был маленький ребенок, который держал в руках петлю. Но когда я пытался установить контакт с этим духом, он сразу выскальзывал, словно играл со мной. От всего этого становится просто жутко. Тут, оказывается, вы строили, когда дом, это было как яма, которая постоянно уходила туда водой. Какой-то ливень был, но она стекала куда-то. У нас здесь подвал. Я думала, там уже в подвале, наверное, воды открыла, а он полностью сухой. Но куда-то вода девалась, я понятия не имею. Это, получается, разлом, дом стоит на разломе. Наверное. Он бетонирован, но все равно проваливалось, проваливалось и проваливалось. Получается так. Дом находится именно на какой-то как разлом. Туда все уходит. И цемент, и бетон. Это как открытый полностью портал. На некоторых участках Земли существуют так называемые геопатогенные зоны. Они находятся в местах разломов земной коры. В этих участках скапливается негативная энергетика. А потому там чаще всего происходят различные мистические события и открываются порталы в потусторонний мир. Так неужели причина всех странных явлений в особой негативной энергетике этого места? Именно поэтому так болеет маленькая дочь Ирины. В тот момент я почувствовал, что возле нас появился какой-то дух. Но он не показывался нам. Лишь чувствовалась его недобрая энергетика. Создавалось впечатление, что он хочет на нас напасть. Ой, мне так плохо, я не могу. Пожалуйста, можно Софии на что-то присесть? Вот там дух. Вот там. Что происходит? Какого духа видит экстрасенс? И почему ей стало плохо? Неужели на Софию Литвинову напал дух, о котором говорил Хаял Алекперов? Это женщина, именно молодая женщина. Неполненькая, хрупкая. Может быть, я чувствую, этого человека нету в живых. Она осталась в молодом возрасте. К молнии на нее светит. Вот тут просто... Это нынешнего моего мужа, вдовца, а жену убило током. Это было, да, после дождя. Валентина, по описанию Софии, узнала бывшую жену своего второго мужа Романа. Женщина погибла 15 лет назад от электрического тока. Провод над ее домом оборвался и упал на землю. Несчастная на него наступила и погибла от тяжелых ожогов. Мужчина остался вдовцом, а со временем женился на Валентине. Дух пришел, чтобы спросить, куда вы дели двух девочек? Девочки сейчас находятся в Вальнянском районе, они не захотели с папой жить. Валентина сразу поняла, о ком идет речь. У мужа есть две дочери от первого брака. Сначала она забрала девочек к себе, однако отношения у детей Романа и мачехи не сложились. Патчерицы наотрез отказывались слушать папину жену. Дело в том, что вот этот дух молодой женщины, которая, она, она прямо вот тут стоит. У нее к вам претензия, что вы их обижали. Но я вижу там слезы, я вижу, что там вы разбирались с ними, вы как-то кричали на них. Не состыковка полностью, не ваша состыковка с ними, не их. И почему вы кричали на них? Они меня не слушали, не мыли посуду, не убирали в дом. Я с работы приходила, я ругалась. Как ни старалась Валентина найти общий язык с дочками мужа, ничего не получалось. Поэтому детей взяли к себе родные покойные матери. А потом девочки оказались в детском доме. И я почувствовала, что дух этой женщины негодует о том, что ее детей обидели, обделили любовью и лаской и вниманием. Я видела, как она стояла за спиной Валентины и грозила ей пальцем. Так неужели это дух матери мстит Валентине и всем жителям дома за то, что те не смогли воспитать ее детей? Чтобы разобраться в происходящем, Каял Олегперов решил провести ритуал. Я возьму свои ритуальные вещи. Я прошу вас помочь мне собрать ветки, чтобы разложить костер. Сейчас я хочу, чтобы эта ткань впитала в себя энергетику Валентины. Это поможет узнать, почему духи не дают вам покоя. Что ей от нас надо, этой силе? Посмотрите, здесь виднеется число 13. А-а-а! Это чертова дюшина! Это просто невероятно. На ткани действительно видно число 13. Но что это означает? Во время ритуала среди духов, которые нас окружали, я увидел лицо еще одного мужчины. Он очень страшно выглядел. Тело изуродовано, а все лицо в крови. Я почувствовал, что он был мужем Валентины. Мне показывают дорогу. Возле дороги он упал. Валентина Липанина поняла, что речь идет о ее первом муже. Он умер 5 лет назад от кровоизлияния в мозг. Приступ случился неподалеку от дома. Он кричит, Валентина! Валентина! Так и было. Он шел, упал, в бордюр ударился. Он хотел встать и опять падал. Мне кажется, что отец очень любил вас. И он постоянно вас обнимал. Да, да, да. А вы младшая, да? Я сама младшая. У Валентины от первого мужа трое детей. Ирина младшая. Она всегда была папиной любимицей. Я чувствую, что ваш отец, наоборот, пытается вам помогать. Я понял, что этот дух пришел сюда с добрыми намерениями. Он очень любил свою жену и детей. И особенно младшую дочь Ирину. Теперь этот дух оберегает свою семью с того света. Он не причастен к мистическим явлениям, происходящим в доме. И даже наоборот. Темная сила, которая пугает жильцов, стала причиной смерти этого мужчины. Ведь проявлять себя она начала еще до его смерти. Я вижу, как на меня смотрит какая-то очень старая женщина. А рядом с ней маленький мальчик. Он тоже дух. Я увидел еще одну маленькую тень. Она была светлой. А за спиной имела крылья, словно у белого голубя. Так выглядят духи новорожденных или очень маленьких детей. Маленький ребенок, может быть, потому что у нас там за домом был дуб. И под дубом я похоронила своего маленького ребеночка. Это просто невероятно. Оказывается, у Валентины был выкидыш. В больницу она так и не обратилась. А мертвого ребенка похоронила вот под этим дубом. Этот ребенок – неотпетая душа. Это неотпетая душа. Душа ребенка не была крещенной и поэтому не была отпетой. Дух не мог обрести покой. Но мы чувствовали, что не он является причиной бед, которые происходили в этом доме. Здесь было что-то другое. Позже нужно будет прочитать молитву на том месте, где похоронили ребенка, чтобы этот дух тоже упокоился. В тот момент я увидела молодую женщину. Она смотрела на Ирину. Явно с претензией. Я не могла понять, в чем дело. Это, получается, женщина – молодая претензия к браку. Это лично к вашему браку, который я вижу, что у вас, как, знаешь, как оторванная. Вы же как оторвали его. Да-да, София, я тоже это вижу. Ваш муж обманул эту девушку. До того, как жениться на Ирине, ее муж встречался с другой. Так, может, эта девушка шлет проклятие на всю семью соперницы из-за утраченной любви. И именно поэтому в их доме происходят такие странные вещи. Когда я сходила с мужем, я знаю, что он до меня жил с девочкой 5 лет. И он с ней разошелся. Через месяц с ним познакомились, и вот мы начали строить свои отношения. Мы пересекались уже, я была беременна, но как бы конфликтов у нас не было. Получается, бывшая девушка мужа Ирины непричастна к кошмарам, которые происходят в этом доме. Да и, как выяснилось, начались они значительно раньше, чем Ирина вышла замуж. Так в чем же тогда дело? Где скрывается причина проблем? Я вижу дух мужчины. Ему около 60. Он стоит возле дороги и зовет меня. Говорит, я все расскажу. Я чувствую, что от этого дома зовут куда-то в другой дом. Как будто духи собирают свою дань. И вот все село, просто все село, сначала в одном доме какие-то пакости, потом пойдет в другой дом, там у них что-то случится, потом идет в третий, идет ощущение, что нужно поворачивать вот именно в эту сторону. Пообщавшись с местными жителями, мы были шокированы. Оказывается, странные явления происходят не только в доме Липаниных. Страдает все село. Но почему? Я вижу дух мужчины. Ему около 60. Он стоит возле дороги и зовет меня. Говорит, я все расскажу. Сначала в одном доме какие-то пакости, потом пойдет в другой дом, там у них что-то случится, потом идет в третий. Идет ощущение, что нужно поворачивать вот именно в эту сторону. Да, среди ночи шелчок от того, что свет включился. Мы сначала думали про водка, потом нет, но щелкает и включается сам по себе. Потушила свет, ложусь. И такое впечатление, что кто-то ходит по дому. Сюда нужно. Именно сюда тянет. Вот нужно идти, вот просто нужно сюда идти. Айял! Иди сюда! В поисках мистической силы, которая, как выяснилось, беспокоит все село Долинское, экстрасенсы заходят в дом. Дух мужчины звал нас за собой. Я увидел, как он вошел в этот дом. Добрый день! Здравствуйте! Мы экстрасенсы. Ведем расследование. Хаял и София. Светлана Ивановна. Нас позвали хозяева в свой дом, там, где происходит жутчайшие аномалии. К вашему дому нас позвал Дух. Он вошел сюда. Буквально часа два тому назад такой грохот был, что я думала, что там кто-то ходит. Хозяйка Светлана и ее дочь Яна говорят, мистические явления в их доме происходят так часто, что они к этому почти привыкли. Да, вот шорохи, вот тут грюканье, и вот с потолка, вот как будто бы, вот как голоса какие-то, вот слышны, вот какие-то вот, как будто бы ты находишься где-то там далеко-далеко, и где-то улавливаешь вот какие-то голоса женские, мужские, вот что-то вот, какой-то разговор идет. Впечатление, что в этом дому как инвалидная коляска, вот я не знаю, вот у меня такое вот ощущение. И, ну, просто сама энергетика пропитана медикаментами. Дочка у меня аж инвалид родилась, и внучка инвалид. На камеру хозяйка дома не жалуется на свою беду. Ее дочь больна ДЦП, но, несмотря на болезнь, Яна мечтала иметь ребенка. Врачи запрещали ей рожать, однако она знала о случаях, когда у людей с ее диагнозом рождаются здоровые дети. К сожалению, девочка родилась больной. И дочка, вот у нее инвалид детства, но Света никогда не жаловалась. Я чувствую здесь какие-то силы. Слышу голос, который говорит, зря вы сюда приехали. Я уже это заметила и почувствовала. Это просто не укладывается в голове. Получается, и в этом доме царят какие-то неизвестные силы. Но откуда они взялись? Да еще и угрожают экстрасенсам. Я хочу обойти все вокруг, поработать с энергетикой Земли. Я чувствую, что нам нужно разделиться. Ну, у меня такое впечатление, как доживет. Те же ощущения. Вот просто один в один. Это то, что стучит. Это то, что душит. Это то, что передвигается. Это то, что падает. То, что бьется. Это один в один. Те же ощущения, которые были только что у прошлых хозяина были. Такое же. Скрипит, стучит, двигается, падает. Вот здесь вот висело у нас зеркало. И Яна когда-то зашла сюда, в дом. И вот увидела в таком, как вот мужчина. Мужчина, вот как он. Да, да, да. В плаще. В плаще. И он как-то раз и ушел в зеркало. Это все похоже на кадры из мистического фильма ужасов. Но почему жители села Долинское преследуют эти жуткие загадочные тени? Вы уже сняли зеркало, да? Да, сняли. Вообще никаких зеркал. Теперь я даже здесь и не цепляю, потому что я боюсь. Вот мы спим здесь. И Диана, и Яна вообще. Мы спим. И свет в кухне мы не выключаем. Потому что страшно. Идет карта нечисти. Просто идет карта нечисти. Мне идет цифра 13. Вот четко идет цифра 13. Чертова дюжина. Потому что здесь повторение, повторение. Опять-таки. Ужас. Когда София Литвинова взяла карты, в розетке произошло замыкание. Ясновидеца и Светлана сразу выбежали из дома. Мы проверили, не возникло ли возгорание. К счастью, нет. Но что это означает? Тем временем Хаял Аликперов работает в другой части дома. Мужчина, который здесь жил, выехал из села несколько лет назад. Поэтому сейчас помещение пустует. Что почувствует экстрасенс? Невероятно. После молитвы экстрасенса без каких-либо причин сама по себе упала рама. Возле нее никого не было. В комнате закрыты окна. Поэтому сквозняка, который мог бы сдвинуть ее с места, нет. Как такое возможно? Ведь она стояла здесь неподвижно несколько лет. Хаял! У нас проводка загорела. Все хорошо? Знаете, я пока работал, увидел дух мужчины. Он сказал мне, что умер здесь. Этим духом был покойный муж хозяйки дома Светланы. Муж Светланы, Вячеслав, работал в конном театре в Запорожье. Выполнял различные трюки на лошадях и никогда не жаловался на здоровье. Но неожиданно умер в результате сердечного приступа. Женщина с гордостью показывает фото покойного мужа, которого сильно любила. Ну, это Славик, мой муж. Работал в конном театре. Это его любимый конь, которым он все время выступал. Мустанг. Я почувствовал, что его смерть была не случайной. Его потянула на тот свет какая-то потусторонняя сила. И его смерть как-то связана с числом 13. Действительно, муж Светланы умер именно 13 августа. В гроб положено чужая жизнь. Это как два в одном. Это как один мужчина, и он тянет за собой второго мужчину. А все потому, что он положил в гроб покойника свою личную вещь. Ваш муж на кладбище? Чьей-то могиле оставил какую-то вещь? Что-то похожее на ткань? Он костюм своему брату отдал. Ну, у него 12 августа умер брат двоюродный. И он, ну, как бы они жили бедно, и тетка попросила что-нибудь с одежды. И он отдал свой костюм. Ну, не в чем хоронить было. От того, что произошло с мужчиной, волосы становятся дыбом. Он умер в тот самый день, когда хоронили его двоюродного брата. А за день до этого в костюм Вячеслава обредили покойника. Получается, он 13-го хоронят. Ну, мой не смог пойти туда, так как у него был концерт. И он не смог туда пойти, и в обид ему стало плохо, и он умер. Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина умер от сердечного приступа. Но как такое могло случиться, если Вячеслав был вполне здоровым человеком, занимался конным спортом и никогда не жаловался на сердце? Я вижу, как бы, кровники между собой. И один из кровников, мужчин, он совершает неблагопристойный поступок по отношению к своей крови. То есть это могут быть родные брат и сестра. Славика, двоюродная сестра, 13-го ушла, и вот это сбросило со сплотина. Потому что брат, он, ну как, выпивал сильно. Издевался? Хорошо помнят об этой трагедии и местные жители. Молодая девушка бросилась с Днепрогесса, где сама трасса идет. Вот. Троллейбусы ходят, и она прямо оттуда бросилась. В тот момент я понял, что по дороге в село, на мосту я увидел именно эту девушку. Ее дух показал мне свою смерть. Но я не мог понять, как это все между собой связано. Оказалось, двоюродная сестра Вячеслава, мужа Светланы, бросилась с моста 13-го мая. И выбрала для этого именно 13-ю колонну моста. Муж Светланы умер тоже 13-го числа. Поэтому экстрасенсы не случайно чувствуют рог чертовой дюжины. Но что это означает? Духи делают так, что люди живут бедно, болеют. Идет энергетика больных детей. Вот просто вот земля больных детей. Через дом и у каждого какие-то проблемы. Я думаю, что люди имеют неотмоленные грехи. Я чувствую сейчас присутствие вашего покойного мужа. Он просит передать вам, чтобы вы забрали из автомобиля то, что туда положили. А там лежала подкова, он нашел ее. И она в машине как бы оберег его. Светлана сразу пошла за подковой, чтобы показать эту вещь экстрасенсам. Это он привез с кунного театра. Я чувствую, что эта вещь не принадлежала вашему мужу. Она несет вред вашей семье. Светлана рассказала, что эта подкова старинная. Ее нашли на затонувшем судне казацкой чайки. Несмотря на то, что подкова – символ счастья, в ней тоже может храниться негатив. Ведь эта вещь, например, могла остаться после страшных кровавых битв. Или ее мог использовать кто-то в каком-то магическом ритуале. И поэтому лучше не приносить старинные вещи, историю которых вы не знаете к себе домой. Дух мужа Светланы указал мне на эту вещь, чтобы жена от нее избавилась. Но неужели во всем виновата эта подкова? Ведь практически в каждом доме села происходят мистические явления. Случаются несчастья и тяжело болеют дети. Как это все можно объяснить? Если все проанализировать, то становится понятно – здесь у всех одинаковые проблемы. Мистическая сила дышит в затылок чуть ли не каждому жителю села. Особенно пугает то, что страдают дети. Я почувствовал – здесь очень много малышей, которые страдают от тяжелых неизлечимых болезней. От слов экстрасенса просто волосы дыбом становятся. Неужели все родившиеся в этом селе обречены на страдания? Но почему? В тот момент я услышал вокруг нас, словно тихий шепот, который все больше и больше перерастал в гул. Я слышал мысли. Мысли людей. И эти люди были где-то рядом и ждали помощи. Ведь они боялись так же, как и наши героини. Я решил выйти на улицу и не ошибся. Там собралось много людей, и всех их объединял страх. Действительно, жители села узнали, что в Долинское приехали экстрасенсы и собрались возле дома Светланы. Все эти люди боятся жить в своих домах. Но и деваться им некуда. Что же делать? Дайте мне несколько минут, я проведу ритуал. Хочу попросить помощи у высших сил. Извините, можно попросить вас подойти? Скажите, как вас зовут? Татьяна. Вот это мой дом. Тоже так же меня душит. Я болею, сын болеет уже очень давно. Постоянно нет здоровья. Такое чувство, что в вашем доме кто-то ходит. Духи, которые приходят в дом, и которые этих хозяев просто душат, вот как выживают, выживают из дома. Однажды мы сможем спеть в 12 часов ночи. Гитара, заиграла гитара. У нас, можем, волосы поднялись. Так у нас та комната и пустая. Люди жалуются. В родном селе просто невозможно жить. Но почему так происходит? И как прекратить этот кошмар? У нас есть, вот там стук есть в дверях, бывает. Или бывает, вот такой свет включается, выключается. Тоже так, есть звуки посторонние. Тоже меня так поднимало, у меня оставались даже следы на руках, на ногах. Ночью, перед тем, как мы отправились в путь, я видел сон. Мне приснился маленький мальчик. За ним стояли 13 фигур. И у всех на шее был какой-то странный след, словно от повешения. Думаю, что причиной всего происходящего в этом селе являются 13 висельников. Это просто невероятно. Но местные жители рассказали, что в селе действительно очень много самоубийц. У нас очень много людей повесились вот на той садовой улице, которая вот где мы и за нашей улицей. Где-то здесь на ферме повесился один мужчина. Потом у нас здесь соседи, но это давно, висельников много. Самый последний дом, там бабушка повесилась. Один у нас сторожем работал на свинарнике. Ни с того, ни с сего, жена пришла, повесился в гараже. Вот здесь у нас один дед повесился, недалеко от нас. Еще один мужчина там повесился. Зашел в кладовку, повесился. Когда мы подсчитали количество висельников в этом селе, то были просто шокированы. Их оказалось ровно 13. Мы с Софией поняли, что дело тут не в том, что дома Валентины Липаниной и других жителей на ее улице расположены в аномальной зоне. Число 13 – это чертова дюжина. В таких числах проявляют себя дьявольские силы. Все село Долинское постоянно страдало от вмешательства мистических сил. В тот момент меня позвала какая-то сила, и меня просто потянуло к перекрестку. И я поняла, что именно там мы найдем раскатку. Вот это тогда этот перекресток, вот сюда нужно. До перекрестка. Это эпицентр. Вот этот перекресток является эпицентром этого села. Именно воронка. София, мы должны помочь этим людям. В тот момент я понял, что в этом селе умер маленький мальчик. Утонул. Он и был тем духом ребенка, который снился мне перед тем, как я отправился в путь. В моем сне мальчик держал в руках петлю и каким-то образом тянул за собой на тот свет всех этих самоубийц-висельников. Дело в том, что мальчик, ну как, бегал, гулял по соседским детям. И здесь вот прорвало трубу, трактором вырыли и забыли зарыть. И там вода наполнилась. И дети игрались, и он туда. Оказалось, 30 лет назад здесь жила молодая семья. Муж, жена и двое маленьких детей. Трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Сашку того я маленького помню. Он немного старше моего сына. Такой был, как вам сказать, такой мальчик общительный. Вот идешь, и не было такого, чтобы он никому не заговорил. Как и большинство сельчан, родители маленького Саши занимались хозяйством. Их дети играли вдвоем на улице. Он утонул, а сестра его стояла рядом. Как она еще за ним не упала, я не знаю. Мальчик упал в канаву, которую выкопали трактором и заполнили водой. Он поскользнулся, просто поехал и упал. Я чувствую, что на могилу к этому мальчику никто не ходит. Местные говорят, что родители умершего малыша тяжело переживали трагедию. Отец начал прикладываться к рюмке и со временем спился. Мать долго горевала на кладбище. Однажды на кладбище женщине явился дух сына. Мальчик хотел утешить маму, но она испугалась. Люди рассказывают, что однажды женщина пришла на могилу сына и увидела, словно какое-то марево. Она так испугалась увиденного, что решила уехать из села. И вместе с маленькой дочкой перебралась в Москву. Так что действительно на могилу к мальчику теперь никто не ходит. Я увидел, что дух этого ребенка совсем не держал зла на родителей. Но брошенный в семя, он хотел привлечь к себе внимание. Он приходил в дома к людям и хотел позвать их, чтобы они посетили его могилу. Наиболее уязвимы к потусторонним силам маленькие дети и те, кто думает о самоубийстве. Именно поэтому дух мальчика притягивал к ним смерть и тяжелые болезни. Случались все новые и новые смерти. И люди все чаще и чаще приходили на кладбище, где он похоронен. Я хочу попросить вас, чтобы каждый по-своему молился за этого ребенка. Кроме того, нужно пригласить священника на могилу мальчика, чтобы его дух нашел покой и покинул этот мир. Идемте, покажете, где погиб мальчик. Вот здесь сразу за машиной была вырыта яма. Вот здесь, здесь, там, да-да. Вот у дерева одинокое, да? Одинокое дерево, да? Я помолюсь, чтобы этот дух больше никогда не приходил сюда с плохими намерениями, чтобы больше не забирал с собой жизни и здоровье людей. А я буду молиться для того, чтобы в каждом дому был мир, для того, чтобы дети ваши были здоровы, рождали здоровые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я думаю, что после этого с вашей дочкой все будет хорошо. А местных жителей прошу поставить на могиле мальчика крест и посадить цветы. Нужно будет пригласить священника на кладбище, там, где у него могилка, убрать ее, привезти ее в порядок и заказать за него в трех храмах службу об упокоении его души. Этот маленький мальчик совсем не злой, ведь дети злыми не бывают. Будет у нас еще и дальше вот это все продолжаться в доме или нет. Жить мы в этом доме сможем. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Мы очень благодарны, спасибо вам. Приехали, спасибо вам. Это еще один мой, самый маленький, ему только два месяца. Я очень благодарна, конечно, нашим экстрасенсам Хаялу и Софии, что приехали к нам, все вот это разобрались и помогли нам. Большое вам спасибо. В эфире проект «Экстрасенсы. Детективы». Премьера. Сегодня в программе. Невиданная потусторонняя сила одного за другим забирает жителей небольшого столичного полуострова. Уже шесть жертв. Нечисть, с которой экстрасенсы столкнутся впервые. Он постоянно менял свой облик. То он мужчина, то ворон. Слышишь, как он кричит? Самое шокирующее расследование сезона. Девушка просыпается рядом со своим любимым, а он мертв. Он говорит, посмотри, что она со мной сделала. Словно кто-то провел безумный эксперимент с покойником. Ой-ой-ой. На этом столичном полуострове, который называют Рыбальским, всего шесть жилых домов. В середине прошлого века это было одно из самых засекреченных мест Киева. Огромный судостроительный завод военных кораблей. И жилье только для его сотрудников и их семей. Обитатели коммунальных квартир этого дома чувствовали себя одной семьей. Пока над ними не нависла смертельная опасность. Елена Гринченко с третьего этажа уверена, что станет следующей жертвой проклятия, которая уже убила ее соседей. Со мной в коммунальной квартире жило два брата, Андрей и Руслан. С самого детства мы росли в одной квартире. Елена говорит, что братья умерли один за другим внезапными и странными смертями. Сначала старший, Руслан. В 32 года неожиданный диагноз – тромбоз печеночных вен. До трансплантации он не дожил. Руслана я вообще считала, как все, братья. Это был мой лучший, самый лучший друг. Мы как одно целое всегда были. Просто оно не хватает его. А через некоторое время в страшной автокатастрофе погиб младший брат Руслана Андрей. Странно, но он умер в том же возрасте, что и старший. По словам дочери Елены, это был шок. Они ехали на машине с девушкой своей. И ее сына, получается, они везли в детский лагерь, и она была за рулем. Она водила не первый год машину. Ехали по трассе, и машина начала крутить. И вот так вот просто крутила, 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 и дерево, они ударились. У него раздроблен таз, но она инвалид на всю жизнь осталась. Все кости переломаны. У мальчика вроде вот такая рука сломана, он сзади ехал. А у Андрюши просто удар, у него маленький синяк на подбородке. Удар об бардачок, все, моментальная смерть. Перелом основания черепа. Елена развелась с мужем много лет назад. После смерти братьев в коммуналке остались только она и ее дочь Настя. 18-летняя студентка, будущий экономист, как и мама. Три из пяти комнат в квартире принадлежат им. Однако они уверены, по соседству в комнатах покойных братьев поселилась какая-то нечисть. Вот ручка дверная вот так вот дребезжит, как будто бы, ну вот, как кто-то открывает дверь. А потом звуки вот, как кто-то пошел. И вот ощущаешь вот страх такой, аж кровь в жилах станет. Затем загадочные шаги услышала и Настя, но уже в своей комнате. Она проснулась от этих странных звуков. А в следующий момент случилось невероятное. Сквозняка не было ни ветра, ничего вообще. Ну, жара 30 градусов, ни один листочек не пошевелится. У нас просто карниз, давай, шторы вот так вот кодером ходят. Карниз падает дома. Елена и Настя были просто потрясены. А вскоре свидетелями полтергейста стали и их друзья. Вот у Алены как раз мы были в гостях. Тут поехал этот горшок для цветов, то есть он как-то самостоятельно так передвинулся. Я опешила, естественно. Ну, я поспешила выйти из квартиры. Но то, что случилось на следующей неделе, довело Елену до нервного срыва. Прямо посреди коридора, возле двери покойных братьев, она увидела призрак какого-то мужчины. Движется как вот на выход с квартиры, по коридору к выходу. Мужской такой силуэт, чуть выше меня ростом. Чтобы немного прийти в себя, Елена поехала со своим любимым на его машине за город, на природу. Если бы она знала, какой кошмар ей придется пережить. Женщина отошла в лес выгулять собаку. Но дорогу назад найти не смогла. Я ходила в походы, я ориентируюсь на местности. Вот, значит, мне сейчас прямо вот пройти чуть-чуть, и я вышла. Выхожу, а я опять не там, где надо. А самое страшное, что Елена все время видела перед собой силуэт мужчины, который напугал ее дома. Таинственный призрак то исчезал, то снова появлялся среди деревьев. И меня вот по лесу начало водить, наверное, круга три провалило. На ее крики никто не отзывался, а мобильный телефон находился вне сети. Настя была потрясена, когда узнала от друга Елены, что ее мама исчезла. За них к маме она, ну, внизу они. Я плачу, меня трусит просто вот так. Я говорю, может, каких-то там МЧС уже вызывать, чтобы они как-то по номеру телефона по связи нашли. В отчаянии Елена залезла на дерево. Только так ей удалось поймать мобильную связь. Но в описанном ею месте женщину найти не смогли. Она словно находилась в каком-то параллельном мире. Дождь был, она, ну, в таником спортивном костюме. Она в лесу ночью, и она плачет, и мне страшно за нее. В два часа ночи Елена вышла к какому-то озеру. По этому ориентиру ее наконец-то отыскали. Но не успела женщина облегченно вздохнуть, как случилась новая беда. Машина, в которой они с приятелем возвращались домой, попала в аварию. Едем прямо, а впереди нас ездит такая большая машина, как по полям ездит, с прицепом. И он резко заворачивает налево, и удар, получается, пришелся. Прямо с правой стороны, где я сидела в эту часть. К счастью, в ДТП никто не пострадал. От гибели несчастную женщину спас ремень безопасности. Анастасия и сегодня вспоминает, как в слезах обнимала маму, когда та, живая и здоровая, вернулась домой. Но каким же был ее ужас, когда на следующую ночь она тоже увидела мужчину с того света. Я проснулась, и будто вот так вот у меня кто-то сидит, целует как бы, он рядом, будто вот так вот тебе притрагивается. А то, что случилось дальше, мама с дочкой никогда не забудут. Настя чуть не сгорела живьем в своей комнате. Резетка загорелась, ну вот реально по стенке, аж огонь там был, мы тушили. Ну это просто реально страшно. Казалось бы, чему удивляться? Старая проводка в старом доме. Однако Елена уверена, пожар возник не просто так. В тот момент, когда они с дочкой погасили огонь и ошеломленные стояли посреди комнаты, вдруг услышали мужской голос. Такие звуки, вот как будто человек раз говорит. А ты знаешь, что в квартире никого нету. Реально страшно находиться вообще. Но разобрать, что именно сказал голос того света, напуганные Еленой и Настя так и не смогли. Они не понимают, кто этот призрак. Почему приходит и пытается их убить. И связано ли это с умершими соседями. Мама с дочкой умоляют экстрасенсов о помощи. Просто дальше уже некуда вообще. Я переживаю из-за своей жизни, из-за жизни ребенка в первую очередь. Экстрасенсы у нас уже последняя надежда. Чтобы мы могли как-то разобраться, почему это происходит и как это можно остановить. На просьбу Елены и ее дочери откликнулись самые опытные эксперты нашего проекта. Харьковская ведьма-некромант Жанна Шулакова и азербайджанский экстрасенс Хаял Алекперов. Утром перед расследованием в Киеве ясновидцы обсуждают свои первые ощущения. Вчера вечером я работала с фотографией Елены. И ночью мне приснился очень странный сон. Будто я стою на крыше какого-то дома. И надо мной кружит стая птиц, воронов. И вдруг одна птица летит прямо на меня. Затем ворон превращается в мужчину и говорит. Посмотри, что она со мной сделала. Мужчина-ворон? Я вообще о таком впервые слышу. Как такое возможно? В тот момент я и не представлял, что увижу этого мужчину-ворона своими глазами. Такое впечатление, словно кто-то провел безумный эксперимент с покойником. Знаешь, вчера мои джинны сказали мне, ты услышишь женский крик, а потом найдешь мертвого ребенка. Какого ребенка? Не знаю. Но это как-то связано с Еленой. Что это все означает? Какого мертвого ребенка найдет Хаял Олегперов? И кто этот мужчина-ворон? Спустя 15 минут экстрасенсы на Рыбальском полуострове. Елена встречает их у своего дома. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я безумно рада вас видеть, потому что у нас вообще только на вас надежда осталась. Мало того, что по квартире постоянно у нас что-то движется, смерть вот как бы за мной как по пятам ходит. Дочка есть. Я за нее вообще безумно волнуюсь. Дайте, пожалуйста, вашу руку. Я чувствую, как вас что-то душит по ночам. Я вижу чьи-то руки на вашей шее. У меня часто такое бывает. Вот недавно было, я спала ночью, а потом вот что-то такое вот крупное, вот по ногам вот так как приближается, приближается. Словно ползет по вам. Да, и вот так вот, меня вот так сжимает, сжимает, сжимает. И мне вот так вот, как будто бы вот одеяло, вот я была укрыта одеяло, он вот так вот прижал кто-то и держит. Я задыхаюсь, и я аж кричать начала. Если бы не жених Елены, она не знает, чем бы все это закончилось. Я его начала звать, он вскакивает, и когда уже он прям ко мне, прям одеяло-то не поднял, я прям аж воздуха гладнула. Он говорит, я проснулся не от того, что ты кричишь, а от того, что вот по коже такой мороз, вот как вот мимо меня, вот такой, как ветер. Моя книга говорит, что скоро в вашем доме будут еще смерти. И это связано с каким-то призраком. Возможно, и с тем, который у нас в квартире. Кто этот загадочный призрак? И почему пытается расправиться с Еленой и ее дочкой? Я вижу, как вы смотрите в окно, и будто в небе кружит стая птиц. Я понимаю, о чем вы говорите. Сюда постоянно прилетают вороны. И прямо напротив моего окна садятся и каркают, и все время каркают. Не зря я видела во сне мужчину-ворона, мужчину-птицу. Похоже, имена от него вам и исходит угроза. Мужчина-ворон из моего сна и был той нечистью, которую Елена и ее дочь видели в своей квартире. И он постоянно менял свой облик. То он мужчина, то птица. Книга говорила, что эта странная потусторонняя сила была духом. Но почему он превращается в птицу? И как вообще он это делает? С таким я столкнулся впервые. У меня такое ощущение, что кто-то принес в ваш дом вещь, из-за которой и появился этот мужчина-ворон. Я не знаю. Возможно, это действительно связано с двумя умершими братьями. Возможно. Мы можем поработать у вас дома? Конечно. Проходите, пожалуйста. Вот в этой вот комнате жил Руслан, а в соседней Андрюша. Я могу походить по квартире. Книга мне показывает старшего брата. Он открывает окно, и в квартиру залетает тоже ворон. Залетали к нам птицы в окна. Залетали на кухню, залетали и к Руслану тоже в комнату птицы залетала. Он ошеломленно смотрит на птицу и вдруг хватается рукой за правый бок. Я вижу, именно после этого ваш сосед смертельно заболел. Мне пришла картинка. Авто. За рулем девушка. Рядом мужчина. На заднем сидении мальчик. И я поняла, что вижу последние минуты жизни младшего брата. Стекло машины словно ударилось... Какая-то тень, словно птица ударилась в лобовое стекло машины. От неожиданности девушка Андрея резко вывернула руль, и машина врезалась в дерево. Но все это не было случайностью. Вот эта птица это та сила, которая охотилась за ним, за Андреем. А сейчас охотится за вами. Это связано. В обоих случаях это был мужчина-ворон. Именно он одного за другим забрал братьев. А на очереди была и семья Елены. Я не понимал, почему с духом происходила странная трансформация. Кто и какую смертоносную вещь принес в дом? Каким образом сюда подселили мужчину-ворон? И зачем? Смотри, у меня на картах выходит, что два умерших брата не приносили в дом вещь, которая не слабы смерти. Это не они. Я чувствую, что дух убийцы появился в вашем доме из-за какой-то женщины. Женщина молодая или старая. Она жила тут? Или, или знакомая может быть, чьи-то. Смотри, что у меня выходит. Ночь. Женщина. Она держит птицу. Это черная птица. А в другой руке она держит что-то блестящее. Это спица или нож. О какой женщине говорят экстрасенсы? И кто этот мертвый мужчина, который превращается в птицу? Звук в общем коридоре коммуналки был такой, словно хлопнула входная дверь. В комнате, когда мы были, я слышала, что дверь сильно очень громко хлопнула дверь. И сквозняка не было, то есть дверь была нормальная. Возле входной двери я увидела дух какого-то парня. Он посмотрел мне в глаза и быстро вышел из квартиры. Я подумала, может, это и есть мужчина, ворон? Подожди, а куда он пошел? Может быть, наверх. Туда, куда-то. Жанна Шулакова поднимается вверх по лестнице. Останавливается возле квартиры на четвертом этаже, которая расположена над жильем Елены. Дух мужчины зашел в эту квартиру. Я позвонила, нам никто не открыл, но оттуда шла энергетика смерти. Жанна, какого покойника ты увидела? Ему лет 30, он молодой, и я вижу, будто он спит и перестает дышать. В этой квартире умер Леша. Мне идет картинка. Молодая женщина просыпается рядом с любимым, а он мертвый. На ее лице ужас. Юля возле него спала, а потом проснулась, а он холодный, он во сне умер возле нее в постели. Она в ужасе проснулась. Она проснулась с ним с мертвым. Выяснилось, что в этой квартире жила подруга Елены Юлия со своим женихом. Пара планировала свадьбу, но однажды ночью у молодого мужчины внезапно остановилось сердце. Ему, как и погибшим братьям, было 32. Страшно даже представить, какой шок пережила его невеста. Какая-то странная смерть. Погодите, книга говорит, что этой девушки тоже нет среди живых. И это случилось не так давно. Она тоже умерла недавно. В субботу будет 40 дней. Это кошмар. Невеста ушла из жизни следом за своим любимым. У меня такое впечатление, что она словно сгорела изнутри. Да, она как-то так быстро-быстро. И ей тоже было 30-го. Шок. Получается, мужчина-ворон забрал на тот свет уже четырех молодых людей из этого подъезда. И, как выяснилось, всем было по 32 года. Елена говорит, что Юля умерла от онкологии. Врачи слишком поздно обнаружили у молодой женщины страшную болезнь. И через полгода ее не стало. Что-то у меня не сходится. Если предположить, что дух убийца это любимой девушке, то понятно, зачем он забрал на тот свет невесту. Но жители другой квартиры, они здесь при чем? Книга говорит, что этот парень умер позже одного из ваших соседей. и Юлю и ее жениха на тот свет утащил тоже мужчина вор. Я все думал, как дух убийцы выбирает жертв? Зачем ему жизни именно этих людей? Идем вниз, а то у меня аж голова кружится. Я не могу здесь находиться. Я подышу немножко. Слышишь? Ворон кричит. Этот дух пытается нам что-то сказать. Ругается, что мы сюда пришли. Нет. Он сейчас показывает мне землю в женских руках. И эта земля из какого-то места с некротической энергетикой. Словно складбище. Я посмотрела на Елену и вдруг увидела похожую картинку. Ее руки раскапывают землю. Неужели это она принесла в дом предмет, из-за которого появился странный дух? Археологией занимались. Мы изучали древние Киев. Оказывается, Елена в юности была членом краеведческого клуба, который проводил раскопки в исторических местах Киева. Андреевский спуск, Подольский от Киева Печерская Лавра все вот эти вот кручат. Елена, я чувствую, что одно из этих мест излучало энергию каких-то страшных ритуалов. Жанна, ты говорила, что в твоем видении была какая-то женщина с чем-то острым и блестящим в руках. Да. Я сейчас вижу похожий образ. Родина-мать. Да, вы за Родину-мать вот эти вот кручат, макеологические вот артефакты доставали. Елена говорит, что раскопки проводились и на Днепровских склонах. Возможно, женщина с острым предметом в руках, которую увидят экстрасенсы, это известный монумент Родина-мать в Киеве. Но я не понимал, при чем здесь ворок? Мы должны были все выяснить. А что вы находили в том месте? Предметы вот посуды старые глиняные какие-то или женские украшения, осколки, наконечники от мечей. А эти вещи, которые вы находили, вы их держите у себя дома? Нет. Музей передавались. Жанна, ты же знаешь, бывали случаи, когда духи охотились не за вещами, которые забирали археологи, а за самими археологами. Потому что эти люди нарушили покой мертвых. Я подумал, возможно, во время раскопок к Елене привязался какой-то древний дух. И именно она привела его за собой домой. Но почему тогда эта сила начала убивать спустя столько лет? И при чем здесь соседи, которые не имели никакого отношения к раскопкам? Древних духов могло что-то растревожить. Но нужно понять, что. И связано ли это с мужчиной-вороном, который здесь свирепствует? Ты слышишь? Крик птицы не прекращается. Так кричит? Нам нужно поработать на месте, где Елена проводила раскопки. Но не успели мы выехать со двора, как начался страшный ливень, поднялся сильный ветер. У меня было ощущение, что эта сила почему-то пыталась нас остановить. Знали бы мы, почему. Экстрасенсы смогли продолжить расследование лишь спустя несколько часов, когда ливень утих. На склоне Днепра, неподалеку от монумента Родина-Мать, Елена показывает место, где когда-то во время раскопок находила древние вещи. Вот вниз, как вот, Днепру, вот идут вот эти вот склоны. Я вижу очень много убийств на этом месте. Я вижу мужчину в странном наряде. Он в длинной рубашке подпоясан. Я вижу в его руках какую-то, как глиняную чашу, но она наполнена кровью. И этот мужчина поливает землю из этой чаши. Это какой-то ритуал. Я чувствую, что это очень древний обряд. Здесь проводились ритуалы. Я знаю, что вот на этих склонах и раньше же поклонялись разным идолам, языческим богам. Елена, а что конкретно вы находили на этом месте? Длинные тарелки, кувшины, большой чаши такую какую-то. А друзья, с которыми вы вместе проводили здесь раскопки. С ними все хорошо. Все живые, ни у кого ничего не случилось. Чтобы во всем разобраться, мне нужно провести специальный обряд. Подержите, пожалуйста, эту ткань в руках. Я призвал духов этой местности, чтобы понять, какие ритуалы здесь проводили в древние времена. Я почувствовал, что на этом месте проливалась кровь животных. И воронов, кстати, тоже. Этот склон называют Черной горой. В старину здесь действительно было языческое капище. Из исторических источников, в частности, из археологических исследований, раскопок, известно, что наши предки устраивали свои святилища, места поклонения богам на холмах. Черная гора, а их, кстати, здесь несколько, не исключение. В старину здесь проводили ритуалы, приносили в жертву животных, богу-громоверцу Перуну и богу-солнца Ярилу. Некоторые вещи, которые находила Елена, были ритуальными. Но на этом месте во время обрядов людей не убивали и духов не вызывали. Так что здесь странный призрак привязаться к Елене не мог. Однако я чувствую, что дух мужчины, от которого идет угроза, все-таки связан с убийством животного и каким-то ритуалом. И во всем виновата какая-то женщина. И тут мне снова пришел образ женщины с чем-то острым и блестящим в руке. Но это был не монумент, а живой человек. Я вижу женщину, которая находится в уголке какой-то темной комнаты. она плачет из-за смерти своего ребенка. Но кто она такая? Вдруг за Еленой появился дух молодой женщины. Она тоже плакала и что-то говорила о своем ребенке. У нее русые волосы, зеленые глаза. Она полнее вас. Она говорит, что ее убила птица вместе с ее с сыном. Это Любонька. Это у нас на пятом этаже. Выяснилось, что Люба жила на пятом этаже в квартире над Еленой. Они знали друг друга с детства. Как и с другими соседями-ровесниками, жили одной большой семьей. Я тепло сзади почувствовала. Я почувствовала, что она рядом. Я обнимала меня так. И вот Люба, вот она у нас в прошлом году тоже умерла. Джин говорят, что своего малыша эта женщина увидела лишь на том свете. Она умерла беременной. Да, на седьмой месяце беременности. Ой-ой-ой. Любу нашли мертвой в шесть утра в ее квартире. Внезапная остановка сердца. И тоже в 32 года. Вместе с мамой погиб и нерожденный ребенок. Все были просто шокированы этой страшной трагедией. Она была беременная мальчиком. Мы когда хоронили, мы даже в рубку купили. голубенький костюмчик маленький положили. Я был потрясен. Еще две смерти. Уже шесть жертв мужчины ворона в одном подъезде. Вымолевая сначала какое-то совпадение. То есть никакой мистики. А даже если посмотреть по статистике, умерло больше людей за последние 10 лет, чем на всем Рыбальском острове. Это буквально в нескольких квартирах. Но по моим ощущениям этот дух не хотел убивать. Кто-то заставлял его целенаправленно уничтожать жителей именно подъезда Елены. Да что же у вас там происходит? Почему один за другим умирают соседи, которые еще и дружили между собой? И тут покойная Люба сказала «Возвращайтесь домой», ответ «Там». Поехали, быстрее, поехали. Когда мы оказались возле подъезда Елены, я снова увидела дух этой Любы. Она говорит «То ли подруга, то ли подруги, не могу понять». Что происходит? Куда вдруг побежал азербайджанский экстрасенс? Что случилось? Хаял, что случилось? Я увидел на этом месте дух мужчины, который на моих глазах превратился в ворона. Он что-то говорил о каком-то ребенке, но вдруг исчез. Я ничего не понимаю. Неужели его следующей жертвой будет чей-то малыш? В этот момент я снова почувствовала рядом дух Любы. Она сказала «Найди ее» и показала какую-то странную картинку. Это лицо девушки и цветы. Какие-то красные цветы. Это какой-то рисунок. А в следующий момент я услышал, как покойница прошептала «Помогите мне, и я помогу прекратить смертью». Ту, которая мне нужна, вы узнаете по рисунку. Нужно найти рисунок. Он как живой. Он теплый. И тут дух Любы указал мне на какую-то женщину во дворе. Добрый день. Нас привел к вам дух покойной Любы, которая жила в этом доме. Вы знали ее? Да. Выяснилось, что эту женщину зовут Лилия. Она живет в соседнем доме. Жанна, а ты уверена, что это именно та женщина, о которой говорила Люба? Мне показывают какой-то рисунок. Он живой. Этот рисунок принадлежит вам. Жанна увидела какое-то изображение с цветами. Может быть, вы понимаете, о чем идет речь? Рисунок где-то у вас. Нет. вот так должно быть лицо и цветы. Да, здесь цветы. Женщины и цветы! Да. Она говорит, что вы ее подруга больше, чем подруга. Да. Да, это были действительно гораздо больше, чем просто дружеские взаимоотношения. Гораздо больше. Никто никогда больше в моем сердце в плане дружбы их место не займет. Эта женщина за год потеряла двух лучших подруг. Любу, которая во время беременности ни с того ни с сего остановила сердце, и Юлию, которая проснулась рядом с мертвым женихом, а затем и сама умерла от онкологии. Обе жили в проклятом подъезде, как называют его местные. И обе умерли в 32 года. Ну, это больно, это страшно. Я поняла, что мне некому звонить. Не сказать, не посмеяться. Но зачем дух Любы указал экстрасенсу на свою подругу? Моя книга говорит, что вы спасли от потусторонней силы дочь Любы, когда забрали ее из этого дома. У Любы осталась дочь? Да. Я крестная ее дочери, и после неожиданной смерти Любы я очарила ее дочь. Лилия говорит, что подруга 10 лет ждала этого ребенка. И рождение дочери, которую назвала редким именем Доминика, считала просто чудом. Погодите. Я вижу, что в тот момент, когда беременная Люба умерла, рядом с ней была ее дочка. Девочка нашла маму мертвой. Да. Боже. Это кошмар. Двухлетняя крошка несколько часов плакала ночью возле неподвижной мамы. Ребеночек маленький остался один на один с мертвой мамой. Выяснилось, что Люба была матерью-одиночкой. Папа Доминики исчез из жизни женщины еще до рождения малышки. Так же поступил и будущий отец ее второго нерожденного ребенка. И в ту ночь, когда у мамы случился сердечный приступ, рядом с ней была только дочка. Плач ребенка разбудил соседей по коммунальной квартире. Они прибежали в комнату Любы, но было уже поздно. Мне позвонила Юля, и плач говорит, что Любы больше нет. Я говорю, как нет? я даже по-моему не могла ни плакать, ни говорить. Из шокового состояния Лилию вывела мысль, от которой сжалось сердце. Что теперь будет с дочкой Любы? Ведь бабушка с дедушкой девочки тоже умерли. боже, вы как родную я поперла как танк просто по инстанциям по всем я делала все чтобы доминика не попала в детский дом я за один день и вышла замуж лилия знала детей-сирот отдают только в полные семьи и в тот же день расписалась со своим любимым но чтобы удочерить девочку ей пришлось пройти все круги ада всех детей перед домом на какой-то период они попадают в обычные больницы в больнице лилия договорилась заведующей что после работы будет приезжать и ночевать с ребенком говорит ее никто и никогда так не ждал как эта крошка она знала что как только стемнело значит я где-то еду и она в коридоре на посту одна вот это вот маленькая куколка она просто стояла смотрела на двери и ждала когда я приеду в один прекрасный вечер я распахиваю двери этого коридора на ко мне бежит и посчит мама 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 не каждая женщина решится так быстро и круто изменить свою жизнь для духа любы это была единственная возможность поблагодарить подругу люба настолько благодарна она говорит что вы чувствуете ее ребенка как своего не здесь вот здесь я очень волнуюсь за ребенка вашему ребенку угрозы нет но мы обязательно выясним кто этот мужчина ворон и почему он забрал на тот свет столько людей спасибо мертвая люба была благодарна за то что мы нашли ее подругу она сказала иди на крик я ничего не понимал но вдруг действительно услышал истошный крик от которого просто стыла кровь жилых кричит какая-то женщина странно но мы ничего такого не слышим что все это означает смотрите далее в программе куда приведет хаяла олег первого женский крик этот мужчина ворон сейчас там не пропустите экстрасенсы раскроют потрясающую тайну духа ворона которая привела к ряду трагических смертей в убийцу его превратила какая-то женщина я не чувствую ее среди живых ее убил тот кого она любила в эфире премьерный выпуск проекта экстрасенсы детективы сильнейший ясновидцы жанна шулакова и хаяла ликперов в киеве помогают елене гринченко которая живет на рыбальском полуострове женщина уверена в коммунальной квартире где она проживает поселился дух какого-то мужчины призрак забрал жизни уже шести соседей елены по подъезду а теперь охотиться за ней и ее дочкой розетка загорелась вот реально по стенке шагонь там был мы тушили ну это просто реально страшно я видела во сне мужчину ворона мужчину птицу именно от него идет смертельная угроза по ощущениям экстрасенсов все шесть покойных соседей елены стали жертвами одной и той же потусторонней силы и все они умерли в 32 года ворон летит прямо на меня потом он превращается в мужчину и говорит посмотри что она со мной сделала вдруг я услыхал истошный крик кричит какая-то женщина крик раздается оттуда ну вот за дом тянет за хаялом аликперовым идут и жители дома которые увидев экстрасенсов собрались во дворе на этом месте лежал мертвый ребенок маленький мальчик и вы елена видели его из окна вот здесь да прям здесь прямо здесь вот вот о чем накануне расследования говорили мои джинны ты услышишь женский крик а потом найдешь мертвого ребенка что случилось на этом месте а каком мертвом ребенке говорит экстрасенс получается любым племянник валентин ему было год и 7 и он выпал с пятого этажа выпал с окна на господи об этот карниз ударился и на смерть все шокированы оказывается маленький мальчик с родителями тоже жил в подъезде елены в одной квартире с любой вон из того окна выпал малыш до этого широко какой ужас ребенок которому не было и двух лет так страшно погиб это было где-то 8 утра мы проснулись от страшного женского крика что женщина ужасно кричит помогите и получается я вот с окна вот выглянула и он лежал выяснилось что внизу кричала женщина которая по дороге на работу нашла на асфальте мертвого мальчика все испытали шок потому что мы с детства были знакомы и с родителями этого ребенка валика он всегда улыбался и вообще все парадная нас обожала но почему хаял олегперов почувствовал гибель племянника любы его тоже убил мужчина ворон как вообще случилось что малыш выпал из окна карты говорили что в смерти этого ребенка обвиняли его мать они это мать ребенка а где она была она находилась в комнате она спала и не услышала как ребенок через не выяснилось что в момент трагедии ребенок был дома только с мамой отец ушел на работу лето жара окно было открыто у них под окном стоял диван он вылез на диван и он на подоконник и и она проснулась только от крика ну судя по всему да смерть сына разрушила жизнь его родителей спустя некоторое время она с мужем развелись и убитая горем мать уехала из страшного дома который принес ей столько боли это очень странно со смертью мальчика связан и этот мужчина ворон возможно это не несчастный случай нам нужно поработать в квартире где произошла трагедия екстрасенсы с еленой поднимаются на пятый этаж хаял алекперов работает у двери квартиры что такое я не чувствую оттуда негативной энергетики погодите джины говорят что ответ на крыше туда можно легко подняться этот мужчина ворон сейчас там меня охватила паника я с детства боюсь высоты но я понимала что под угрозой жизни людей им не нужно довести расследование до конца вот он стоит этот мужчина ворон он говорит что не хочет убивать но ему приходится это делать а что его заставляет погодите он что-то показывает здесь что то есть я чувствую энергетику смерти это где-то здесь я вообще не понимаю что мы ищем я чувствую в запах крови резкий запах крови напряжение растет все замерли в ожидании вот что что-то нашел жанра смотри что это такое я чувствую что она лежит здесь давно жанна осторожнее боже мой я не знаю ой 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 птица у там вообще ужас нашли такое в голову не уложится вообще шоке были вот так вот боком лежит прям череп вороний с клювом и крылья с перьями и земля жуть страшный это останки черные птицы это мертвая земля это с могила земля это подклад на смерть боже мой а кто же такого сделать боже боже это сделала мама погибшего мальчика валика мама его боже боже именно она навела смертельную порчу я вижу землю в женских руках и это земля из какого-то места с некротической энергетикой но кому и за что эта женщина сделала порчу и почему дух убийца превращается в ворона а смотри кладбище это ритуал на могиле Вызывают духа. Духа парня. Вызывает его женщина. А птица была откупом. Эта птица убита. Убита. И убита ритуально. Ночь. Женщина. Она держит птицу. А в другой руке она держит что-то блестящее. Во время ритуала что-то пошло не так. И с тех пор дух парня из могилы, на которой женщина проводила обряд, заперт в теле мертвой птицы. Он говорит, посмотри, что она со мной сделала. И поэтому я его вижу то мужчиной, то птицей. Дух парня сильно страдал в теле мертвого ворона. И это были двойные муки. Ведь Анна превратила его в убийцу. Но почему из-за этой женщины гибнут молодые люди из одного подъезда? Зачем она натворила столько бед? Чтобы отомстить. Отомстить соседям, друзьям. Отомстить людям, которых она считала родными. За то, что обвиняли ее в смерти сына. О, Господи. Эту женщину кто-то обвинял? Все ее обвиняли в этом. Считали, что вот... Ну, как мать могла не досмотреть? Ну, с ним в комнате находилась. И по ее вине это случилось. От нее все отвернулись. Она и так обвиняла себя в гибели сына. А ее еще все винили. Страшно представить, какую боль испытывала мать из-за гибели своего малыша. А эти разговоры еще больше разрывали ей сердце. Просто добивали ее. Она замкнулась и начала меняться. Да, страшно. Она понемногу начала сходить с ума. Ведь она видела своего мальчика. Он приходил к ней. Я вижу женщину. Она плачет из-за смерти своего ребенка. Эта женщина решила с помощью магии сжить сосвету своих ровесников и друзей, которые от нее отвернулись. Поэтому и спрятала подклад на крыше, точно над вашими квартирами. Когда ты страдаешь от чувства вины, меньше всего тебе нужно осуждение. Я не оправдываю маму погибшего мальчика, но именно осуждение близких людей подтолкнуло ее к такому шагу. Она и подумать не могла, что последствия окажутся настолько ужасными. Каждый, кто обвинял эту женщину, умер. Да. И по моим ощущениям, парень, на могиле которого она проводила ритуал, ушел из жизни в 32 года. Поэтому его дух и забирал на тот свет ваших соседей именно в этом возрасте. Все до 33 лет. Живыми остались только вы и ее бывший муж, отец малыша. Наверное, поэтому Коля и живый я до сих пор жил, потому что мы не обняли ее. Ошибки могут разные допустить, случаи у разных могут случиться. Но ваше жилье тоже находится под этим местом, поэтому вы с дочерью в опасности. Знаешь, мы говорим об этой женщине, но я не чувствую ее среди живых. Я вижу, что ее убил тот, кого она любила. Она жила с одним парнем, и он ее вообще страшно избивал. И он ее забил. Боже, это такой ужас. Дух этого парня, парня-ворона, спровоцировал ее смерть. Если его не остановить, он продолжит убивать. Я, Господа Бога, молила, чтобы вы к нам приехали. Пожалуйста, помогите нам. Это надо прикрыть. Конечно, мы с Жанной поможем вам. Я должна была провести обряд, чтобы освободить дух парня из тела мертвой птицы. Тогда он сможет вернуться на тот свет и больше не будет убивать. Я заберу этот подклад и пойду вниз. Мне нужна земля. А я останусь здесь и очищу ваш дом от смертельной порчи. Пожалуйста, мне нужна веревка, свечи, зажигалка и нож. Из веточек я сделала условную клетку, чтобы во время ритуала удержать в ней птицу и освободить из ее тела дух парня. Дух парня. Ой. Видела? Ага. Дух свободен. Это ушло, да? Да. Своими молитвами и дымом намоленной свечи я нейтрализовал действия порчи и поставил защиту на жителей всего дома. Для вас и ваших соседей больше нет угрозы. Наконец-то уже прекратятся все смерти. Да. Боже мой, спасибо вам огромное. Спасибо вам вообще всем огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Это Ольга Жарик из села Таврийская Запорожской области. Жизнь в доме этой женщины словно остановилась. Год назад у нее умер трехлетний сын. И после этого она потеряла смысл жизни. Не хочет делать ремонт, на который собирала деньги. Перестала выращивать цветы, которые так любила. И спрятала все детские игрушки, которые были в доме. Ведь они напоминают ей о смерти маленького Леши. Это все, что было у меня. Все широтненькое было рядом. Смерть ребенка наступила в результате сильного поражения током. Мальчик взялся рукой за электрический провод, который странным образом оборвался с крыши дома. В тот день мать оставила маленького Лешу под присмотром дедушки и старшего брата. А уже через несколько часов узнала, что больше никогда не увидит своего сына живым. Беру трубку. И Саша в телефон кричит. Кричит, мама Леша не дышит. Уже когда я сюда доехала, смотрю, скорая стоит. Забежал он в поднавесик. И все, и врачи сказали, что все. Как электропровод, закрепленный на чердаке дома, оказался на земле, никто не понимает. Но мать уверена, смерть Алексея – это не случайность. Ведь перед гибелью сына ей был знак. Мне такое ощущение было, что как будто меня кто-то зовет. Я поворачиваюсь, лампочка лопается, бум, и все. Я уже вся в этих осколочках. А спустя 10 минут Ольге сообщили, что ее сына уже нет. Она тогда чуть с ума не сошла. Тяжело. Вспоминать тяжело. Она как в ступоре была. Постоянно плакала, кричала. Ольга одна воспитывала двух сыновей. Чтобы их прокормить, трудилась продавцом на двух работах. Мать говорит, еще не пришла в себя после смерти Леши, а сейчас боится, что потеряет и старшего. Каждую ночь она видит сон, в котором ее Саша лежит мертвый в гробу. Мне снится похорон. Вот я как будто захожу во двор, да, ворота открытия, и во дворе так по кругу люди стоят, плачут. Я знаю, что там похороны. Это мой ребенок лежит. Все родные и друзья уверяют Ольгу, что ее ночные кошмары – результат пережитого стресса из-за смерти младшего сына. Однако тот же сон каждую ночь видит и Саша. Снится, как меня хоронят, да, похоронят, что я в гробу и все. Закрыли гроб и начали его в землю вложить. Я боюсь очень за жизнь своего сына. У меня такое предчувствие, что я опять потеряю. Саша – это ее последняя надежда. И понятно, что она переживает, все переживают. Но самое страшное, что в доме семьи в последнее время начали происходить жуткие вещи. Там поселился полтергейст. Я купила зеркало, на деревянной основе зеркало, такое красивое, ручной работы. Смотрю телевизор, слышу такой грохот, и как будто стекло разлинуло. Перепугалась. Я подошла. Она вообще в дребезги разбилась. Дальше – больше. С полок начали слетать предметы. Биться окна, двигаться мебель. А однажды ночью Саша чуть не сгорел живьем. Пошли искры с розетки, и все пошло на малютку, на этот диван. И загорелся диван. Было страшно. Я мог сгореть тогда. А вскоре под угрозой смерти оказалась и сама Ольга. Она стояла у ворот своего дома, и вдруг какая-то сила толкнула ее под колеса проезжавшего мимо автомобиля. Такое ощущение, что мне как кто-то толкает. У меня уже на глазах машина начинает тормозить, и он не получается бампером задевает ноги. Водитель подбежал. Помощь, что-то помочь может. А я просто села и не поняла вообще еще быстрее. И я бы уже была под колесами машины. Ольга в отчаянии просит экстрасенсов как можно быстрее приехать и помочь ей. Хочу попросить, чтобы самое главное, чтобы ребенок рядом был. И чтобы с ним никогда ничего не случилось. Я очень за него боюсь. Я боюсь его потерять. Просто мне потом вообще никакого смысла нет в жизни. Помочь Ольге вызвались постоянные эксперты нашего проекта. Сильнейшая ведьма-некромант страны Жанна Шулакова, на счету которой десятки распутанных загадочных дел, и потомственная целительница, чешская ясновидица Ольга Калинова. Экстрасенсы уже в Запорожье. Остановились в одной из местных гостиниц. Договорились встретиться вечером перед расследованием и поделиться первыми впечатлениями. Привет. Добрый день, Оля. Как долетела? Спасибо, все хорошо. Ты работала уже с фотографией? Да, работала в самолете. И то, что я увидела, просто ужасает. У меня было видение. Ночь, полнолуние. И эта женщина, она идет по кладбищу, подходит к какой-то могиле, становится на колени и что-то шепчет. Это выглядело так, словно она произносит какое-то заклятие. Подожди, может она какой-то ритуал делает? Может она духа какого-то вызывала? Невероятно. Неужели женщина действительно практиковала магию и вызывала духов? И именно поэтому теперь за ней охотится какая-то потусторонняя сила. Самое странное, что я тоже видела кладбище в своем видении. Там была огромная разрытая могила. Внутри стояла женщина. Она на руках держала мертвого ребенка. И все время повторяла, забери его, забери его. Какой ужас. Я подхожу к могиле, наклоняюсь так, посмотреть. Она поднимает на меня голову, а у нее нет лица. Женщина без лица? О ком говорит экстрасенс? Но кто это? Кто эта женщина? Я пока тебя ждала, именно это и спрашивала. Кто эта женщина? Как она сюда попала? И самое главное, где ее искать? Из-за сильного сквозняка с подоконника упал вазон с цветами. Смотри, именно в тот момент, когда я заговорила о этой непонятной женщине. Желтые цветы? Возможно, это какой-то знак? Опа! А теперь смотри. Найдешь желтые цветы – остановишь смерть. На следующий день экстрасенсы выезжают в село Таврийское. Пойдем. Здравствуйте. Я вас очень ждала. У меня происходит в жизни мистика такая. Я уже одного ребенка потеряла. Боюсь за жизнь второго ребенка. Просто мы с ребенком вдвоем остались. У нас никого нет. Если я его потеряю, я уже этого не переживу. Помогите, пожалуйста. Мы постараемся. Протяжите немножко колоб. Ольга, ты посмотри, какой кошмар. У меня вообще на раскладе выпадает три гроба. Три гроба, которые стоят один над другим. Хлестинка из гробов. Что ты имеешь в виду? То есть Ольга и ее старший сын тоже скоро умрут? Я не знаю, но вполне возможно. Леша умер не случайно. Этого ребенка отсюда забрала из этой семьи, вырвала из жизни какая-то потусторонняя сила. Это была та сила, которая привела этого мальчика на местах гибели и убила его там. Жанна, ты куда? Что ты увидела? Вот, знаешь, как картинка из прошлого. Это женщина. Стоит женщина. Она мертвая. Я ее вижу. Как она выглядит? А я не могу тебе описать ее. У нее нет лица. Я женщину вижу. Снится женщина без лица. Шок. Ольга тоже видит какую-то женщину без лица. Но кто она? Подожди. Она стоит над ребенком. У нее на руке, как ядовитая змея намотана. О, господи. Змея на руке? Это или лента, или змея. Это что-то такое. Вот оно намотано, и она протягивает это ребенку. Это провод. У нас поражение электрическим током. И ребенку ему буквально дали в руки этот шнур. Этот шнур здесь висел. Я попросила заизолировать и поднять его выше, чтобы никто к нему нигде не дотронулся. Невероятно. В день смерти мальчика Ольга обратилась к крестному отцу младшего сына. Мужчина работает электриком, так что он изолировал провод и прочно закрепил его на чердаке дома. Оля тогда попросила. Я изолировал провод, его никто не мог достать, кроме взрослого человека. Как электропровод мог снова оторваться, остается загадкой. Я вот тоже одно не могу понять, как он мог достать этот провод и схватиться за него. По словам Виталия, электрический провод мог оторвать только взрослый человек и только с помощью инструментов. Саша прибежал и кричит, Лешу током убило. Но я аж по улице и побежала к ним. Схватил провод, и вот это вот между этим пальчиком прямо так вот полоса такая была. Боже, какой ужас. Кошмар. Я вижу, как вы бежите вот здесь, по этой дорожке. А он вот здесь лежит. И вы ничем не можете помочь. Я его грела, я его терла, я просила, чтобы он дышал. Дед. Мы смотрели на эту женщину и не понимали, откуда у нее вообще силы берутся. По моим ощущениям, младшего сына Ольги на тот свет забрал именно дух женщины из моего видения. Но кто она? Почему забрала ребенка? И почему она без лица? Вы бы уже ничего не сделали, вы бы все равно не успели. Это вот сила, которая убила этого ребенка. Я чувствую, что вы готовы были пожертвовать своей жизнью ради сына. Никто не хотел, мне даже рожать не давали. Мне диагнозы плохие ставили. Когда на учет становилась с Лешей беременной, мне сказали диагноз, рак. Запретили рожать. Я все равно не пошла на искусственные роды. Все равно родила. Это просто невероятно. Но после родов медицинское обследование показало, что у женщины нет никаких подозрений на онкологию. Ольга говорит, что рождение сына было для нее настоящим чудом. Вы так хотели родить малыша, что не боялись этого страшного диагноза. Все девять месяцев. Просто я всю жизнь одна. Я не хотела, чтобы у меня Саша один был, чтобы с ним кто-то. Я всегда им говорила, если что со мной случится, вы двое, вы вместе. Сейчас дух вашего маленького сына здесь. Он говорит мне что-то. Какие-то странные слова. Бу. Буся. Бусечка. Я его Лешей ни разу не назвала. Буся он был. Ласково. Бусенька моя. Бусинка. Это кошмар. Это просто ужас. Он сейчас хочет обнять вас. Когда обняла, такое ощущение, что я с сыном рядом, что я его беру на руки и обнимаю. Я же забилась. Беру его в руки и обнимаю. Ты знаешь, он должен был видеть эту женщину. Он видел. Получается, всегда вот так как-то наверх и в угол показывал. Какая-то страшная такая. Мы не обратили на это внимание. В это невозможно поверить, но выяснилось, что образ женщины без лица видела в доме и троюродная сестра мальчика Арина. Пятилетняя девочка часто приходила поиграть с братиком. Забегает сюда ко мне кричит. Оля, там такая страшная, страшная, хочет Лешу забрать. Пришла, начала рассказывать, что была очень страшная тетя. Хотела забрать Лешу. По словам девочки, странная женщина без лица тянула к мальчику руки, так, словно хотела его забрать. Мальчик видел женщину и девочка видела. Где? В доме. Давайте пройдем, поработаем там. Проходите. Я буду здесь, я буду делать расклад. А я поработаю с энергетикой дома. Принесите, пожалуйста, мои свечи. По моим ощущениям, в доме не было никакого убийства или насилия. Однако энергетика дома оказалась черной. Все пространство дома, словно в черных дырах. Это энергетические пробоины. И все это из-за какой-то потусторонней силы, которая постоянно приходит сюда из мира мертвых. Это что-то, что все время посвящает ваш дом. Подождите, сейчас за вашей спиной я вижу духа. Это женщина. Это тот дух, который видела я без лица? Нет, я вижу лицо этой женщины. А как она выглядит? Подожди. Эта женщина, она умерла молодой. Она очень красивая. У нее длинные темные волосы и карие глаза. С вами женщина связана кровными узами. Мама, мама, у меня рано умерла. Шок. Неужели мать пытается убить родную дочь и всю ее семью? Дух матери Ольги появился не просто так. Она все время повторяла одну и ту же фразу. Моя смерть тайна. И я подумала, возможно, разгадка того, что происходит с Ольгой и ее сыном, скрыта в смерти ее матери. Подожди. Мать, она прекратила вообще общение и воспитание ребенка. Она была не в состоянии ее воспитывать. Почему? Дух этой женщины, которую я вижу, она как-то странно говорит. Словно тянет слова. Она была парализована. У нее полностью правую сторону и речет. Не могла разговаривать. За ней самой ухаживали чужие люди. Она вообще парализована, не разговаривала, не двигалась, не ела сама. Это инсульт был? Да. В 20 с чем-то лет. Из рассказов родных Ольга знает, что болезнь матери стала для всех шоком. Красивую, активную молодую женщину неожиданно приковала к постели страшная болезнь. Инсульт в 20 лет у такой молодой женщины – это кошмар. Остаться парализованной в таком молодом возрасте – это ужасно. Духу матери трудно было говорить. И в какой-то момент она показала мне на обручальное кольцо на правой руке. И я поняла, то, что хочет рассказать нам женщина, как-то связано с ее мужем. Жанна, это как-то связано с отцом Ольги. У меня выпадает колесница, как перекати поле за этой колесницей. Переезд за переездом. Отец мой военный. Он прапорщик. Ездил по всем городам, и я за ним ездила везде. Ольга вспоминает, как маленькой девочкой попрощалась с матерью, которая была прикована к больничной койке. О женщине заботились родные, а отец, военнослужащий, забрал дочь с собой в длительную командировку. Я еще маленькая была, мы уехали на Дальний Восток, в Россию. Там отец служил. Это мне было, наверное, уже годика четыре. Взять на себя ответственность за ребенка – это по-настоящему мужской поступок. Сколько случаев я знаю, когда дети оказываются в детдоме из-за безразличия отца? Подождите. Сейчас дух вашей матери говорит мне что-то странное. Говорит, я ему все простила. Ему простила? Что это все означает? Кто и в чем виноват перед матерью Ольги? Она говорит о вашем отце. Это он виноват в том, что случилось с вашей матерью. И он скрывает эту тайну. Которую тайну знаете вы, ваша мать и он. И он эту тайну скрывает. О чем говорит экстрасенс? Какую тайну скрывают женщина и ее отец? Отец избивал ее. Она беременна еще была. Ольга не может сдержать слезы. Позже она призналась, что отец на ее глазах бил маму, которая второй раз была беременна. Ребенка спасти не удалось. А тело бедной матери из-за сильных ударов парализовал инсульт. Он ее очень сильно избил. И из-за этого случился инсульт. Просто шок. Отец Ольги искалечил жену. А всем рассказывал, что у нее случился неожиданный приступ. Ольга была единственным свидетелем избиения матери. Но отец настолько запугал девочку, что она боялась кому-то рассказать об этом. Подожди, тогда получается, был один инсульт, она пострадала, и умерла она тоже от инсульта. После первого инсульта мать Ольги долго пролежала парализованной. Однако со временем все-таки встала на ноги. Но ровно через 15 лет у нее случился повторный приступ. Ольга тогда жила с отцом в другой стране, поэтому так и не увидела мать перед смертью. Дух матери Ольги все равно пытался мне что-то объяснить. Я ничего не могла разобрать. Я слышала только одно слово – ребенок. Возможно, происходящее в жизни Ольги как-то связано с периодом, когда она была ребенком? У меня перевернутый стол. Только ребенок, маленький ребенок, был голодный. Вы голодали. Ну, не давали, говорили, нет, иди за работой, иди. Я ходила, голодала, попрошайничала. Господи, вы были совсем маленькой. И так тяжело трудились, чтобы заработать себе на хлеб. На полях ходила, работала на полях. Мы смотрели на эту женщину и не могли себе представить, через какие страдания ей пришлось пройти. Не видеть родную мать, жить с отцом-тираном и постоянно голодать. В тот момент я увидела Ольгу маленькой девочкой. Ее ноги были окровавлены, а из ноги торчал какой-то металлический штырь. Почему у вас ноги в крови? Что это было? Мачеха мне лопатой перебила ногу. Ругалась, была пьяная, ругалась. Попала мне, разрубила ногу. Разрубила сухожилие, я долго не ходила. Когда уже пошло загноение, тогда меня забрали в больницу. Мне хотели ампутировать голень. Боже, ребенок бы остался бы калекой. Я даже представить себе не могу, что пережила Ольга, когда была маленькой. Животными люди обходятся лучше, чем с маленькой девочкой обходился ее родной отец и мачехи. От того, что пережила эта женщина в детстве, просто волосы становятся дыбом. Но почему к экстрасенсам пришел дух ее матери? Что она хочет сказать? И как связано с тем, что происходит с Ольгой и ее детьми? Подождите. Я вижу, как вы смотрите в небо и обращаетесь к кому-то из мира мертвых. Вы звали маму. Я не знала, что она мог. Но я всегда просила, чтобы она приехала. Все время призывали маму. В тот момент я подумала, возможно, Ольга и ее дети страдают из-за того, что в дом постоянно приходит дух матери, которую так долго в мыслях звала дочь. Вы чувствуете вину? Вы перед ней в чем-то виноваты. Я только понять не могу в чем. Когда отец бил маму, я не позвала на помощь, у меня как дыхание перекрыло. Папа ее начал бить прямо на асфальте. Вот это я запомнила. Ну, если бы я кричала, люди бы прибежали. Я помню, я стояла, закрыла глаза и плакала. Постоянно вспоминаю и думаю, я бы, может, могла помочь. Просто позвать кого-то, крикнуть. Нельзя себя в этом винить. Вы были всего лишь ребенком. Во всем виноват ваш отец Тиран. И ваша мать сказала, что простила его. Мать Ольги простила даже своего мужа, который отправил ее на тот свет. Что же тогда говорить о дочери, которая была ни в чем не виновата? Это не мама. Мать не может так преследовать своего ребенка. Мама вас очень любила. Она не желает вам зла. Она, наоборот, всегда оберегает вас. И сейчас пришла, потому что хочет вам помочь. Передайте, я ее люблю сильно. Ваша мать, ваш ангел-хранитель. Она говорит, что всегда будет стоять за вашей спиной и оберегать вас. Выяснилось, что мать умерла, когда Ольга была уже совершеннолетней. И я не могла понять, о каком тогда ребенке говорил мне ее дух. Что она имела в виду? То, что вы постоянно звали дух вашей матери, не имеет отношения к тому, что происходит с вашей семьей. Ты знаешь, Ольга, у меня выпадает тоже разговор с мертвым. Но он какой-то очень странный. В тот момент я вспомнила свое утреннее видение, в котором Ольга что-то шептала над могилой. Эта женщина, она идет по кладбищу и прямо к какой-то могиле. Становится на колени и что-то шепчет. Это выглядело так, будто она произносит какое-то заклятие. Зачем эта женщина среди ночи ходит на кладбище? Их там много. В одной могиле их много. Кого вы здесь похоронили? Для меня это полный шок. Здесь лежит женщина без лица. И в этот момент я увидела, что за окном стоит дух. Это был какой-то мертвый мужчина. Ты куда? Оля. Сейчас здесь стоит дух какого-то мужчины. Ольга, он говорит, что умер из-за вашего ритуала. Но кто этот мертвый мужчина? О каком смертельном ритуале идет речь? Ольга, у меня к вам откровенный вопрос. Вы что, занимались магией? Но почему тогда я вижу, как вы приходите на кладбище и что-то шепчете на могиле? Ночью приходила на кладбище к Юре. Мы в Мае хотели пожениться. Его 1 апреля застрелили. То есть это, получается, ваш гражданский муж? Да. Боже мой. Мы были просто шокированы услышанным. У женщины умер не только младший сын, но и гражданский муж по имени Юрий. Любимого Ольги 18 лет назад прямо посреди села застрелил местный житель. А что вы делали на его могиле ночью? Я его просила, чтобы он ко мне приходил, что мне тяжело без него. То есть, получается, вы постоянно вызывали его дух? Ночью к нему на кладбище ходила. Сидела с ним, разговаривала ночью. Говорила, ну как я без тебя? Просто ужас. Так может, этот дух Юрия тревожит Ольгу и ее сына? Из-за того, что женщина не дает ему покоя? Когда я сделала расклад на мужа Ольги, я была в шоке. Карты говорили, что мужчина умер из-за магического влияния, в результате которого он оказался не в то время и не в том месте. Он пришел с компанией людей, которые не должен был находиться. Юрий работал водителем в Запорожье, а в свободное время подрабатывал таксистом в селе, где живет Ольга. В тот вечер знакомые попросили его отвезти их в соседнее село, но к своей любимой мужчина больше не вернулся. Убийца ненормальный. То есть он сумасшедший. Он был больной, его забрали в больницу и так его не посадили. Мужчина, живший по соседству, решил, что его пришли грабить. И выстрелил из ружья. Пуля попала Юрию прямо в сердце. От тяжелого ранения он умер на месте. Смерть Юрия не была случайностью. Она была как-то связана с магией. Подождите, я вижу еще одного мужчину в вашей жизни, который умер. Его забили до смерти. Да, это Сашин отец. Его убили. Он поехал подрабатывать с другом и так больше и не приехал. Его там в Москве прибили по голове. Деньги пропали, ключи от машины пропали. Убийцу второго мужа найти так и не удалось. Ольга получила из Москвы только гроб с телом любимого. Но почему рядом с ней умирают близкие люди? И при чем здесь женщина без лица, которую она видит во сне? Вообще выпадают страшные вещи. Смерть первого мужа, смерть второго мужа. Они между собой связаны, связаны ритуалом. Магическим ритуалом. В котором вы участвовали добровольно. Что бы Ольга мне не говорила, я четко видела. Она принимала участие в каком-то магическом ритуале. В каком ритуале вы участвовали? Меня свекровь когда-то водила до бабки перед свадьбой. Чья свекровь? Самый первый муж. Николай. Вы хотите сказать, что ваша свекровь первого мужа водила вас к бабке на ритуал? Перед самой свадьбой, да. У Ольги был еще один муж по имени Николай. Это был ее первый брак. Но перед самой свадьбой свекровь предложила невестке пойти к местной гадалке. Якобы узнать, какая судьба ждет молодых. Она сказала, надо сходить перед свадьбой. А я тогда вообще еще наивная такая была. Ну, надо так надо. Тем более, Колина мама сказала. Девушку ведут на ритуал. А потом у нее умирает муж и маленький сын. А сейчас и сама она в шаге от смерти. Возможно, в том, что происходит, как-то замешана свекровь? Я чувствую, что ваша свекровь с самого начала вас просто ненавидела. Да, это правда. Ну, а она на свадьбу подошла, нас поздравила и подарила мне желтые розы. И еще число четное. Какого цвета были? Желтые. Жанна – это ключ. Вчера мы работали с фотографией. У нас с подоконника упал огромный горшок с желтым цветком. Найдешь желтые цветы – остановишь смерть. Если делается ритуал какой-то с кладбищем и мертвым, эта мертвая сущность начинает беспокоить и убивать. Мужя будут уходить, дети будут уходить. Человек останется абсолютно одинок. Чтобы быть уверенным, нам нужно увидеть вашу свекровь. Вы знаете, где она живет? Я ее уже 20 лет не вижу. У нее есть сестра родная. И она живет в Степном. Это далеко? Ну, перед Запорожьем. Экстрасенсы направляются в соседний поселок. И спустя 15 минут подъехали к дому, где живет Валентина, сестра свекрови. К счастью, женщина дома. Валя, это старшая сестра моей свекрови. Добрый день. Можно вас на несколько минут? Добрый. Меня зовут Жанна. Это Ольга. Добрый вечер. Ольга говорит, что она помнит, что ее водили перед свадьбой какой-то бабки. Как на сестру выйти? Потому что Ольга говорит, что 20 лет ее не видела. Маша. Тут и приехала СТБ. И вот Оля говорит, что перед свадьбой ты ее водила к какой-то бабке. Можно поговорить? Чтобы разговор было слышно, мы звоним Марии со своего телефона, где есть функция громкой связи. Меня зовут Шулакова. Жанна, эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы». Меня просто интересует вопрос невестке Оли. Она рассказывает, говорит, что с меня свекровь водила, перед свадьбой, с сыном, какой-то бабки на какой-то обряд. На какой-то обряд был. Она просто яйца била и смотрела. Я же ее в руках не повела насильно. Я думала, что он невменяемый. Он и был у меня невменяемый. Как обоя находил. Это вы думали, что из-за Ольги? Да, да, да. А вы думали, что Ольга его подпаивает? Да. Потому что он ходил вообще сам не свой. Это все было похоже на какой-то бред. Для того, чтобы понять, есть ли на мужчине приворот, нужно работать непосредственно с ним самим. Ни одна бабка не могла сказать, привезите мне женщину, которую подозреваете. Свекровь привезла невестку к бабке и не просто так. У женщины была какая-то конкретная цель. Мы должны были понять, какая именно. Зачем женщина сказала привезти Ольгу? Зачем туда водили Ольгу? Странно. Почему женщина молчит? Почему не отвечает на вопрос экстрасенса? Скажите нам правду. Вы заказали Ольге какой-то ритуал на одиночество? На одиночество? Да, боже упаси, вы что? Я приносила своими детьми, своими внучатами, чтобы я их на одиночество сделала. Вы что? Я решила посмотреть в карты. И расклад четко говорил, что свекровь была против свадьбы. Мария, я чувствую, что вы не хотели, чтобы Ольга была женой вашего сына. Да. Но почему? Она была беременна. До свадьбы с сыном она была беременная? Да. Получается, вы были недовольны тем, что Ольга забеременела от вашего сына до свадьбы? Да. Понятно. Спасибо большое. Валентина, скажите нам правду. Ольга не нравилась вашей сестре? Она не хотела, чтобы сын на ней женился. Сестра не разрешала жениться. Она не хотела свадьбы. Возможно, свекровь попросила провести обряд на расставание пары? Я чувствовала, что свекровь Ольге не врала. Все, что она просила у гадалки, это разлучить сына с невесткой, которую просто терпеть не могла. Для этого и позвала Ольгу на ритуал. Но никто не спросил, как именно гадалка это будет делать. Во время некоторых ритуалов, чтобы женщина была одинокой, к ней подвязывают дух умершего человека. И он убивает всех, кто находится возле женщины. Мужей, детей, родителей. Всех. И я подумала, возможно, это именно такой случай, и к Ольге привязали дух женщины без лица. Получается, мужья Ольги и ее сын умерли из-за ритуала, который провела ворожея? А теперь от него страдает сама женщина и ее старший сын. Подождите. Я чувствую, что ваш первый муж жив. Хотя он тоже пострадал от этого ритуала. Он сел в тюрьму после 10 дней, после свадьбы. Побил девочку. Буквально через неделю после свадьбы Николай напал на местную жительницу возле ее дома. Любимый Ольги избил девушку. А после этого остался ждать приезда милиции на месте нападения. Объяснить странное поведение мужчины до сих пор никто не может. А сам парень говорил, что он не понимал, как это произошло. Я в райотделе с ним разговаривал. Но он сказал, я не помню. То есть был состояние, ну, как бы помешательства. Ну, я бы не поверила, что он мог это сделать. То есть это было ему не свойственно. Результат обряда получается. Один муж, второй муж. Потому что и здесь люди попадали в неадекватные ситуации. Я не могла понять. Если к Ольге во время ритуала привязали дух женщины без лица, у нее должны были умереть все, кого она любит. Однако первый муж Ольги был жив. Тут что-то было не так. Ольга, что именно делала вражая? Было плохо. Я не помню, как я домой приехала. Она вокруг меня ходила, разбивала яйца, там крутила со свечкой ходила, что-то кричала. В тот момент я поняла, к Ольге во время ритуала не привязывали духа. Это был обряд словесного проклятия. Вот почему гадала, как кричала. Она прокляла Ольгу, чтобы рядом с ней не было мужчин. Но какая же сила атакует Ольгу и ее сына? Кто эта женщина без лица? И почему она охотится за семьей? Я была уверена, что наша подсказка про желтые цветы касалась именно свекрови. Но оказалось, что нет. Мы не понимали, кто эта женщина без лица. И где ее искать? Я была уверена, что человек подарил желтые цветы и именно из-за этих желтых цветов. Ты куда? Оля? Оля? Оля, вы куда? Оля, куда вы идете? Что происходит? Куда направляется Ольга Калинова? Оля, она сейчас здесь. Кто здесь, Оля? Дух матери Ольги. А что? Что она хочет? Она говорит, ищи могилу с желтыми цветами. Я цветы положила желтые, маме, на кладби. Те, которые подарила свекровь. Что подарила свекровь. Получается, искать источник проблем нужно на могиле вашей матери. Здесь, рядышком, следующее село. Поехали. Не понимаю. Мальчика вижу, мама где? Здесь же. В смысле здесь же? Они в одной могиле. Сверху на маму положили. То есть, гроб на гробе? А где же памятник матери? Я убрала памятник маме. Я, честно говоря, просто в шоке. У меня буквально прошлой зимой было расследование, в котором обратилась женщина. Убивала потусторонняя сила практически всю ее семью. В той истории у женщины в моем расследовании 30 лет назад умер сын. Проблема была в том, что мать не ходила на могилу сына. Крест сгнил, памятника не было. И в ту же могилу подхоронили мужчину, потому что думали, что это пустая земля. И обиженный дух забирал всех на тот свет. Вообще-то, в том, что в одной могиле хоронят нескольких людей, нет ничего страшного. Проблема в том, что Ольга не просто похоронила ребенка в могиле матери. Она вообще забрала оттуда крест с именем матери. А вместо него поставила крест с фото своего сына. Так делать нельзя. Это просто шок. Неужели дух матери теперь мстит за это Ольге? И она – это та самая женщина без лица. Вы хоть обряд какой-то делали? Батюшка приходил, когда ребенка похоронили? Батюшка, да, он у нас во дворе был на похоронах и сюда с нами приехал. Батюшку предупредили, что он двух отпевает? Нет. Ну, это немыслимо. Подождите. Ваша мать просила прийти на ее могилу. Но почему здесь нет ее духа? Я вообще ничего не понимаю. А здесь не мать? Кого вы здесь похоронили? Сказали маму. А во время похорон гроб был открыт? Вы видели, кто там находится? Нет. Здесь лежит чужой человек. А где моя мама? Это невероятно. Где тело матери Ольги? И кто, кроме ее маленького сына, похоронен в этой могиле? Здесь вообще чужой человек лежит. Для меня это полный шок. Здесь лежит женщина без лица. Тело, которое вы посчитали, как свою маму, и похоронили здесь, была захоронена в могиле рядом с вашей мамой. Причем впечатление у меня такое, что их там много. В одной могиле их много. Что имеет в виду экстрасенс? Как тело матери Ольги могло быть с телом еще какой-то женщины в одной могиле? Она без имени похоронена, неупомянута, она неизвестна. Это как? У меня мать погибла как неизвестная. Она умерла на остановке, инсульт опять был. Ее забрали в больницу, она там как неизвестная лежала. А потом умерла, ее похоронили на общем кладбище в Матвеевке. Ну, под номером. Несмотря на запреты отца, Ольга все-таки и пыталась найти мать. Но выяснилось, что она вместе с родной сестрой переехала в другое село, а адреса соседи не знали. Только через год Ольга получила письмо от родной тети с сообщением, что ее мама умерла. А как ее тело попало на это кладбище? Мы ездили, выкапывали, перевозили ее сюда. А как вы опознали свою мать? Вещи дали на опознание. Кошмар. Получается, Ольга даже не видела, кого хоронила. Мы были в шоке. Ольга похоронила в могилу совершенно чужую женщину, которая лежала с матерью Ольги в общей могиле. Один гроб над другим гробом. Один. Что я говорила, когда я пришла во двор этого дома? Три гроба друг на друге. Три гроба, которые стоят один над другим. Клестенка из гробов. Мы решили проверить слова экстрасенсов. И после расследования наши журналисты приехали на Запорожское кладбище, чтобы узнать, как на самом деле проходит захоронение людей, которые значатся как неизвестные. У нас в могиле метр восемьдесят копается. На один гроб ставится второй гроб. Третий ярус, если становится, третий гроб, то 50 сантиметров от земля. То есть вместо матери Ольги здесь похоронили другую женщину. Женщину без лица. Из твоего видения. Да. Без лица. Потому что она неупомянута, неупокоена. Она без имени. Она безлика. Она никому не нужна. Вот тебе и мертвая женщина с ребенком на руках. Это ее могила. А его туда положили. Она и кричит вопит. Заберите его отсюда. Дух этой женщины просто в гневе. Первый раз ее потревожили, когда перехоронили тело. За это она забрала младшего сына Ольги. А когда ее могилу потревожили второй раз, она начала охоту на Ольгу и ее старшего сына. Получается, и сына чужой женщине оставила. Что делать? Нам нужно провести ритуал, чтобы успокоить дух этой женщины. Вино. Чтобы вы откупились от человека. Как на откуп. Для того, чтобы попросить прощения. Когда зажгутся свечи, откроется портал. Общение будет свободным. Пускай простит за то, что мы ее потревожили, выкопали, перевезли сюда. Я буду за ней ухаживать. Она мне будет как мама тоже. Я хочу, чтобы она просто смотрела за моим ребенком. Помогала ему там. Закажу службу. И буду приходить ей тоже приносить цветы. Я не знала. Я думала, это моя мама. Я бы ее никогда не потревожила. Уходи, пожалуйста. Не тревожь нас больше. Дай нам спокойно с сыночком жить. И позаботься о Леше, пожалуйста. Прости, пожалуйста. На душе легче стало. А мама как там? Хотя бы раз в год приезжайте. Вы же знаете этот номер. Вы приблизительно знаете место. Заказывать матери за упокой. Ставить свечки. Поминать как усопшую. Одновременно с этим. Поминать ребенка и эту женщину как неизвестную. Спасибо вам огромное. Очень спасибо. Все будет хорошо. Спасибо большое. Вы меня словно к жизни вернули. Через несколько месяцев после расследования экстрасенсов наши журналисты решили связаться с Ольдой. Очень благодарны, что у нас все хорошо, все наладилось. Все, как нам сказали, все полностью сделали. Я сейчас сплю как младенец. Свободно хожу, легко, свободно. До этого руки вообще опустились. Ничего не хотелось. Сначала сейчас наоборот. Сейчас есть стремление сейчас выучить сына, женить, внуков, понянчинку. Субтитры подогнал «Симон»